Раптора и Винтер Виверну Ну вот вместо Лича можно было бы Например Шейкера пикнуть На мой взгляд команде ИДЖ Просто не хватило лишнего дизейбла Потому что когда у антимага Появляется манта против того пика Который был у ИДЖ Ты уже ничего реально ему сделать не можешь Вот там Блэк допустил одну ошибку Прожал там манту как-то криво Его забрали Если Блэк ошибку не допускает То ты его не убиваешь вообще никак И он может эту игру тянуть Сколько его душе угодно Сколько он хочет Он может сплит пушить, драться Там Рошанов забирать ИДЖ вообще не могли ничего с этим антимагом сделать Потому что был Лич в команде Который да, но он помог Асэфу более-менее нормально отстоять мид Ну а что потом он делал Этот Лич не делал вообще ничего То есть я к таким персонажам Очень скептически Я нахожу этого героя Скажем так полезным только в той ситуации Когда ты берешь например Лича Хорошего хардлейнера Идешь на линию против там какого-нибудь Антимага И мешаешь просто ему фармить Ты мешаешь ему фармить Харасишь новый Не позволяешь саппортом бегать В мид гангать кого-то Или какие-то стаки делать Потому что как только саппорт начинает Отвлекаться с этой линии Ты сразу же кэри этого можешь Ну если не убить То по крайней мере загнать под вышку А здесь Лич Да, он сейвил Асэфа Да, он не позволял ему умирать Но это слишком мало За 60 там или за сколько они СССР самостоятельно бы мог отстоять С нормальным миддл в первую очередь И помощь Лича там не была прям такой необходимой А вот как герой Который мог бы обеспечить Помощь на любых других линиях Лич не самым был подходящий герой Тот герой, который знаешь Вот по сути что делала команда Лу Джиннис Постоянно перемещалась с линии на линию И Лич Вот будь кто-то там с Блингтайгером Какой-либо саппорт Тот же самый Леон допустим Было бы больше контроля И того же самому антимагу Было бы убивать гораздо проще И кто-то там просто в контроле Просто более активного героя И Джи забрали такой пик Которым нужно идти и ломать Вот ты 10 минут фармишь Идешь и ломаешь Но так играть можно только против команд Которые либо очень плохо пикнули Либо против коллективов Которые играть не умеют Как показывает практика На таких турнирах Как вот мейджор во Франкфурте Тебе не позволят вот так вот играть Поэтому мне кажется Что слишком пассивно Ребята думали Что этого клокверка хватит Для дизейбла Для инициации Это оказалось не так Вот посмотри сейчас У Фнатик какой пик У них Шэдоу Демон Лина Тинни У них уже огромное количество станов Очень активные саппорты Много дизейблов У ИДЖи правда появляются Кличи от предыдущего пика Тайдхантер с Винтер Виверной Которые в общем-то Дизейблят Получше Чем то что было у ИДЖи На предыдущей карте Но опять-таки Пик Фнатик мне нравится Немножечко больше Вот по крайней мере На данный момент Посмотрим Какого керри заберут ИДЖи Ну теоретически Против Тинни Какой хорош керри Вот если есть СФ например на миде Можно забрать Вот Вайпера банили Фнатик Если я не ошибаюсь Или нет Погоди Вайпера банили Кстати говоря ИДЖи Ну вот против Тинни Мол хорош Вайпер Но я не знаю На сейфлейн его захотят Ставить Против Тинни Против Тинни Что еще хорошо Против Тинни Ну вот Клинкза Уже убрали Что-нибудь такое Минус арморное Клинкза убрали С Лордару уже нету И при этом мобильное Вайпер не мобилен В лейтгейме абсолютно Ну да-да Это тоже Это тоже Герой который Вот чем-то похож На Личан Данга То есть он тоже такой Ему фармить сложно Лиса Ему фармить сложно Линни Он быстро не может Крипов убивать Да вот там В мидгейме Ну как и С Лордар Например С Лордар 10 минут фармит На сейфлейне Если он за эти 10 минут ПТ даггер не выносит То потом убивать героев Ему становится тяжело А линию фармить Там по сравнению С кем-нибудь Джиггернаутом Вот кстати говорят Джиггернаут Может здесь все-таки Появится Ну не знаю Что тут вообще Могут придумать Лиджи Я за этой командой Не наблюдал Какой у них Полтанажей Если бы это были Были бы какие-нибудь Вега Сквадрон Это был бы например Эмбер Спирит Тут и у ИДжи Может появиться Эмбер Спирит Потому что Месье Сумаил На Эмбер Спирите В общем-то Немножечко попадает Но будем посмотреть Может все-таки Берут что-то другое Что-нибудь интересное Ну что-то самостоятельное Должно быть Знаешь Потому что Должно что-то Что может фармить И при этом Защищаться от набегов На Тик Что-то с хорошим Эскейпом Как минимум Потому что Иначе не выформишь Никак Я вообще предполагаю Что Винтер и Вивер Ну Тайтхантер Сандайнга Могут вдвоем пойти Когда ты пикаешь Виспа То две других линии У тебя теоретически слабее То есть на сейфлейне У тебя не три героя А два по-любому Ну вот видишь Эмбер Спирит Единственное Что меня смущало Здесь Это Насколько вообще ИДЖи играют Этим Эмбер Спиритом Но потом я вспомнил Матчи Сента С пятого И Сознал что там Сумаил Все-таки На Эмбер Спирите Он Хорош Ну Его там знаешь Пытались вывести из себя Помнишь как Мидл частенько Постоянно очень акцентировали Внимание команды В мидл Постоянно бегали Сумаил этого убивать Постоянно Чтоб он Риджанул Чтоб он психанул И залетел Как бы умирал часто Вот там как раз таки Его команда сумела сдержать Но здесь немножко И расстановка будет Иначе Будет Эмбер Спирит Так находиться на изи лейне СФ скорее всего Поставит в мидл Вот в чем Красота данного пика Ну и более-менее Мне Вилджинису Стравится И тот герой Который появился В принципе подходил Под то описание Того кого я ждал Потому что здесь Других героев Просто и быть Не должно в такой связке Против Тиннис Виспом Сложно кого-то выставить Такого Знаешь Просто Ну беззащитный герой Ты не выставишь Он постоянно будут убивать Неважно где бы Он не находился К тому же еще есть Шадоу Демон с Линой Что уже по сути является Крайне сильной Связкой Даже не то что Не вдвоем будут Лина то понятно Там Своими делами Будет заниматься Еще и Таск появляется Хорош Тут нужен был Хардлейнер С Натиком Полезный Ну вот Тускар в общем-то Крайне полезный Один из Самых неприятных Героев Тускар Потому что Даже без фарма Можешь делать Очень много Связи Ну вот В таком сетапе Все-таки У ИДжи Нормально Нормально У них Ладно Эмир Спирит Заехал На сейфлейне На топе Точнее У Фнатик На сейфлейне У Фнатик Будет Шадоу Демон Плюс Лина Если туда сейчас Отправится Тайтхантер Плюс Undyne Теоретически Такое может быть То Ну может Там В общем-то Даже ИДжи Смогут убивать Но Сейчас такая Мода На Undyne Что его берут Все-таки В сейфлейн В триплу Перестали его В дабллейны Ставить Глянем ИДжи Могут по-разному Сыграть Опять же Макро Дота Здесь Если Фнатик Будет действовать Так же хорошо Как и на прошлой карте Ну Как минимум Матч будет Интересным Потому что Защищаться От набега В тенис Веспом И не только Как минимум Дорогого стоит Эти все Вейды Это надо Очень хорошо Сейчас Концентрироваться На Макро Доте Опять же Команде Эвилджиниус Чтобы не отдаваться И не Скажем так Ну Были же Моменты Которые Как умер Артизи Под конец Что существенно Испортило Игру Хотя по сути Вот И сейчас Желательно Чтобы было Моментов По минимуму Ну что Быстренько Фнатик Он Во первых Сейчас Представим Игроков Хочу сказать Что Опять же Обрати внимание На пуш Потенциал Пуш Потенциала Команд То и Другой Ну Все Отлично Что там Что там Что тут Можно еще Я бы сказал Что Потому что Ирлигия Сильнее На мой взгляд Вот в этом плане Ну в принципе Фнатик Сплитпуш Я вот Синец Сплитпуш Мне больше нравится Свиспом Как ломает Он спал Мне еще Этим удивили Команда Из Китая Если ты помнишь Как Винкс Играли на квалификациях Т5 Вот тогда я просто Скажем так Поверил в эту связку Как самостоятельную единицу Но все же Вилджиниус Еще очень долго Будет фармонивать Сумаил Если опять Он не получится Засноуболить Как он не получилось Сделать на квапе Просто карте Этот герой Будет большую часть Времени Не он хорош Он убивает Там флейм гвардом И так далее Но все таки Айтем он получает Довольно долго И сейчас Я надеюсь Что у него игра Получше будет У андайнга То есть это все таки Даблас Или это Погоди Это трипла аж На топе У ИДЖ В общем Какую игру Нужно навязать ИДЖ Своему сопернику Им нужно постараться Сделать так Чтобы Ну У Фнатик Очень сильная драка У них и драка хорошая И сплитпуш нормальный Когда у Тини Появятся артефакты И ИДЖ Мне кажется В этой игре Тоже нужно навязать драку Кстати у нас Тайтхантер отдыхает На хайграунде Его туда Тоснул Тини Ну как это делается Висп Подходит Тос виспов Да Висп сюда тизерится Да Как-то там Ну то есть там Встает здесь Висп тизерится Тини качает Тос на первом левеле И рассказывает Инструкцию Этот же чит Да Не Ну я просто хочу Вы знали На моем Там 6к Эверейдж рейтинге Люди так же делают Я ему прям В микрофон ору Ты чего делаешь Не подходи туда Тебя сейчас тоснут На хайграунт А человек все равно идет Я думал что На мажоре Такого не будет Происходить Универс Кстати Ну Лейн Эйджи Расставили Вполне адекватно То есть Они решили поставить Тайтхантера Один на один Против Тускара И это в общем-то Грамотно Потому что Ну Тускар как герой Очень сильно Он стоит хорошо Один на один Но Тайтхантер Против милишников Один на один Еще сильнее За счет Инчерсмэша Которым он Срезает дэмэдж Он так вот Просто пойдет У него там Два манга И лечения Огромное количество То есть Юниверса Здесь вообще Ахай никак не Прохарасит Никак не Заставит его Уйти с линии В миде Артизи играет Один против Двоих игроков Команды Фнатик Здесь самая Уязвимая точка Команды Эйджи Это Шэдоуфинт То есть Его даблой Можно месить Можно убивать Но с другой стороны На топе У Эйджи Опять таки Линия сильнее То есть В этой игре Эйджи Должны Две линии Выиграть точно Если СФ При этом Не будет Очень сильно ошибаться Если СФ Не будет погибать То в целом В мидгейм Эйджи Выйдут очень Плотными И В общем то Реализовать свой пуш Ну а там дальше Сам понимаешь Будут ли ошибки Не будет ошибок Как сыграет Тинни Свистпом На сплитпуше Какие ганги Какие контрганги Будут делать Эйджи Но сейчас Мне вот Больше нравится То что делают Американцы По сравнению С тем что они делали На предыдущей карте В мид Перетягиваются У нас Андаенко Решили все-таки Эйджи Что на топе Эмберспирита Так нормально Отстоит А вот Шадоу Финду В миде Нужна какая-то помощь Ну А тем более Это когда Дикейм По двоим Сразу задеваешь Можно боковать В углу Как Против подобных связок Андаек Очень даже хорош Да Андаенко Вообще Сильный герой На линии Как ни крути Желательно Еще Сконтрить На стаках Вражеского Когда Висп идет Стакать Видно Ты просто Напросто Ну Во-первых Ты агрессируешь На линии А во-вторых На седьмой Восьмой Минуте Можно уже При помощи Шадоу Финда Идти Эти стаки Забирать Важно Вот это Запомнить Посмотрим Как Игроки Поступать В ситуации Ой-ой-ой Стопе Вот Пепеди Не то чтобы Прям возникнут проблемы Как раз таки У мужа Они могли бы возникнуть Он реально Баканул И немножко Да Переосилил Жря пошел Вообще Изначально Да Будут У Самаил Здесь скорее всего Кильнут Хотя Тут Ничем не поможет Мотопедивание Вартик Берном Первый левел Илд остается На эту Но все же Ферст Блад Именно достается Илд Джениус С конкретной Кор-герою В общем-то Размен благоприятный Для Эйджи Получился На топе Золотца Побольше У нас Эмбер Спирит Сорвал Купил себе Тапочек Купил себе Пурман Шилд Все у него В порядке В такой ситуации Конечно Муша уже Начинает Чуть Лучше Фармить Когда Андайн Гоняет на Лейне Он чувствует Что его Прям забрать Не могут Вот И он Начинает Его добивать Но Это может Как-то Смогут И Джи Наказать За такое Действие Как на Боте У нас Стоят Вместе С Тайдхантером Тайдхантер Сфармил себе Тапок Дальше У него Арканы Очень Даже Может быть Что мы Увидим Мекку От Тайдхантера Часто Тайдхантеры Мекку Покупают Вот тот же Фобос Мне очень Нравится Его стиль Игры Многие Спрашивали Покупают Арканы Да Арканы Мекку И потом Что самое Интересное Делает Шиву По-моему И Акторинкор А не Рефрешер То есть Как-то Так Играет Или Даже Без Шива Акторинкор Делает Ну В общем Интересно Играет Обыс На Тайдхантере Он Объяснял В курилке На Интернешнл Почему Он Именно Так Играет Многие Комментаторы Игроки Спрашивали Почему Ты именно Акторинкор Собираешь Он Объяснял Это Тем Что Нужен Какой-то Буферный Артефакт Перед Рефрешером Иначе Не очень Удобно Он Себе По-мане И по-мане Да И в целом Не очень Себя Комфортно Чувствует Чтоб На все Ему хватало И на Мекку И на Ульты И на Все Про Все И на Рефрешер Тоже Лучше Купить Акторинкор В этом Есть Определенный Смысл Тосы Мидл Зомбик А Диджей Хотел ЛСФ Бросит Сейчас Блэк Слушай Анюк Это Долетает И довольно Серьезный Вынужден был Блэк Прожимать Стеки Иначе Никак Дикей Все Еще Нет Но Вис Пока Выхиливает Учитывая Что Судар Втроем Пришли Был Дженюс Аспока Этого Так Переживает Фнатик Хотя Очень Сильно Они Не Получится Но От действий Дальнейших Много Чего Зависит Ну СФ Можно На стаках Перефармить В общем Блэк Тоже У нас Будет Иметь Стаки В лесах Так Кстати Их Делают Понятно Да Это Надо Подчеркнуть Что СФ Забирает Эти Стаки Очень Просто И У И Есть Undynex В интервью Верный Это Очень Сильный Персонаж На тот У нас Разворачивается Драка Муши Сгорает И Неты Сейчас Тоже Убьют Да Его Артик Бернам Замерил Так Что На Оба Скила Ппд И на Того И на Другого Сумел Распределить Так Что Для Сумейла Это Оба Прага Причем Довольно Так Легких Правда Старый Достается Верный Но Неважно 2.1.1 Кдай Уже Зарабатывает Потихонечку Своё Сумейл На Линии При этом Напоминаю Вам Что Это Кор Герои Фнатик По сути Муши На Линии Да Учитывая Что Есть Тинни В Миде Как Хороший Лейт Герой С Физическим Уроном Можно Та же Самая Идея И у И И В общем Когда Ты имеешь Shadow Финда На Миде Или Темп Ларку Или Верку Ты Уже Обеспечен Хорошим Лейт Физическим Уроном Ты Можешь На Сейф Лейн Взять Какого Нибудь Семи Керри Квапу Как На Предыдущей Карте ЕG Сделали Но Там Не В Квапе Была Проблема На Самом Деле Там Я Тоже Китал Комментарий Многие Люди Пишут Там Вот Квап Лак Сыграл Там Не В Квап Не Могла Лучше Сыграть Если Честно Там Фнатики Сыграли Очень Грамотно Ну И Мы Очень Много По поводу Игры Рассказывали Дело В том Что Можно На Сейф Взять Какого Семи Керри Типа Лины Квап Эмбер Спирит Тоже В каком То Смы Семи Керри Потому Что Он В Мидгейме Начинает Драться Он Дерется С Флэйм Гвардом Основной Дэмэдж Это Ну Это Совсем Минимально Учитывая Что Сейчас Еще Можно И Встрелять Так Как Уже Шарды Залетают Блочитому Пути Артизи Оказывается Отрезан Своих Тиммейтов Там Уже Поставили Томбу Фир Получает Вэлрус Панч Пол хп Уже Нет Зади Подходит Муш Про кастом Забирают Отступает Артизи Приходит Сюда Еще Юниверс Драка Может Развернуться Совсем В обратную Торну Потому Что Имеется Конечно Реведж И Ну Ахаю Достается И без Этого Просто Паркайлов В лицо Ну Вот В общем То Если бы Команда ИДжи Пришла На эти Стаки Чуть Пораньше Они бы Еще И стаки Забрали В целом Неплохо В целом Идея Выдержана Они Сильнее В целом Идею Выдержали ИДжи Здесь Как дела Улины На топе Улины Скоро Седьмой Левел Появится Фарма Особо Нету И Вот Начинают На злые Гении Проявлять Агрессию На Блэка Нападающие На Диджей Тизерит Блэку Хороший Нюк От Винтера Виверны Ну Просто Прогнали Соперника Будут Забирать Сейчас Вышку ИДжи Вот так Они Хотелось Чтобы играли На прошлой Карте Но Пик Не позволял Вам это Делать Сейчас Они Это Делают Вдвойне Мек Конечно Тайдхантер Собирается Помимо того Что Аркан В принципе Он собрал Ну Фарма У него Реально Овер Много Поэтому Мед Сей право Позволить На пул Также У тиммейтов Станет Несколько Лучше Забрали Вышку Здесь Я так Понимаю Что Отправляется Дружненько На бот Где Также За собой Оставляет Реведж Оставляет Тамбу И много Чего Еще Что Чем Начинает Нагонять На фира Дается Реведж Там Застревает Двоем Дается Энкор Смэш Двоих Мне кажется Реведж Зря Нет В общем Он Пытался Засейвить Сейчас Посмотрим В чем Кончится Артизи Учитывая Что муж Реально Далеко Занернул Ахай Уже Здесь Находится Артизи Кайлами Подрабол Одного Здесь Еще И третьему Достанется Ахай Уходит Сноубол Обратно Мы потеряли Ребята Одного Андаинга Забрали Хардлейнера То есть Они по сути Забрали Двух Кор Героев Ну Совсем Понятно Почему Два Героя Пошло По этой Траектории А Артизи Пошел Вот так То есть Тут Сработала Так называемая Тут Сработал Так называемый План Гора Ты поднимаешься На хаграунд Ничего Не видишь А тебя Сверху Просто Закидывают Нюками И ты Ничего Не успеваешь Сделать Они там Тоже у нас Более-менее Ну там Чувствует себя Замечательно Сумаил Видим Что уже Да Ринг оф Хейлз Прямой намек На появление Определенного Этема Сейчас он На линии Себе Чувствует Он один Его Мало кто Здесь может Что сделать Ахайну Не нападает Дает Фуркаст Фул При том Что видим Что творит Просто Напросто Сумаил Выходит Ремнант И Живет Себе Там Один Получает Эксподин Получает Деньги Топ-3 Герои Кстати говоря По Нетворсу В топе У ЕГЭ Поэтому Я смотрю Как отстает Блэк И это Сейчас Основная Проблема Команды Фнатик Блэк Отстает И все еще Пока мы Не видим Реализации Свистбол Никакой Особенно Релокейт В пятый Левел Только Висп Вот сейчас Получишь Шестой И Может быть Это как-то Исправит Ситуацию Потому что Тебе сейчас Реально Надо получать Тяжело Убить Эмберспирита В этом пике И насчет Релокейтов Сразу Предупреждаю Команду Фнатик Что Релокейт Конечно Дело хорошее Но Если не будет Глубокого Вижена У Фнатик То вряд ли Релокейт И получится Хорошим Потому что Когда ты Релокейт Делаешь Под Андаинга Винтера Виверну С Центром То ты можешь Напороться Куда-нибудь На линию Да Вот Когда ты Делаешь Релокейт Винтера Виверну Либо на Тайтхантера И это В общем-то Сам понимаешь Может кончиться Очень печально Вот Поэтому Релокейту Нужно делать Исключительно В какие-то Такие точки Где Будут находиться Герои команды Иджи поодиночке То есть Бежит Андаин Где-то там Вардит Ты Хоп Релокейт Забрал Бежит Какая-нибудь Винтера Виверна Одна Тоже Что-нибудь Про вардить Или На перетяжке Как-то Старается К своей команде Подбежать Ты Оп Релокейт Забрал И так далее В остальных Ситуациях Релокейты Тут вряд ли Как-то Будут полезны Даже Если В спину Там Во время Драки Залетать С Релокейта И тут Не факт Что какой-то Даст толк Сейчас посмотрим Нападают На бот Игроки Эвуджениусы Каждый Юниверс Чудует себя Отлично У него Мека Он обеспечивает Свою команду Просто Непробивным Потенциалом В драке То есть Реводж Плюс Мека Ничего Не могут Сделать Фнатики Здесь Абсолютно Пытаются Подраться Сейчас С Эмбером Эмбер Уходит На ремнант И Поставится Таким образом Интересно То что С Майо У нас Играет Не совсем Обычно На Эмбер Спирит Кстати Блэк Успел Добежать У него Не было Стана А Тосом Он Дотянуться Не смог Обычно На Эмбер Спирит Делают Бутсов Тревел Да И Смотри Какая Перетяжка Ну Висп Лопнул Блэк Может оказаться Следующим Правда За ним Уже Не прыгнет Вот Это Непонятно На самом Деле Вот Этот Мув Вроде Буф На Тик Там Что-то Делали Но Видно Было Что Скорее Сего Будет Перетяжка Так Как Вышку Собирали Вол Джинниус Снобот Они Уже Забрали Им Не жалко Будет Прийти на топ Еще И дать Сдач Вдобавок Теперь К тому же Еще и Вышку Могут Они Забрать Так что Вол Джинниус Убили Сейчас Одним Выстрелом Считай Двух Зайцев Забрав Вышку Там Убив Здесь Еще Забрав Вышку Здесь Они Отсюда Вряд ли Куда-то Уйдут Но Опять же Бурстится По Деньгам Будет Здоров Сэф Ого Куда Стремиться В небеса Денег у него Довольно Много Поэтому Сейчас По Деньгам Тоже Видим 2300 Сейчас Он Еще И Муш Из Инвиза Реквием Примет Аккуратненько Вот так Поближе Подойдет Реквием Не сам И Кайлами Можно Здесь Двумя Добавить Или Тут Даже Одним Хватило Нед Пытается Уйти Вешивает Демоник Пурш Кайлами Пытается Выдавить 55 кп Наваливается Охайо Туда На Артизив Уходит Пока Что Неплохо Но Тпшка Уже Летит А Тпшка Сюда Прилетит Сумаил И Если Что Цепанет Кого Надо На Это Ходит С Тпшки Сф Никто Не Забрал Он Остается Жив Вот Т1 Вышку Защитили Лину Забрать Смогли И На Миде При Этому Еще Фармят Игроки Команды То есть Убивать Как-то Гангать Или Пушить У них Не Потребляется Важно Понимать Что Эджи Торопиться Особо Некуда Им Нужно Методично Аккуратненько Профармливать Лиса Профармливать Линии Реведж У них Сейчас Есть Можно Подраться Где-нибудь Потом Забрать Рошанчика Ну И Просто Аккуратненько Закончить Эту игру То есть У них Сейчас Есть Преимущество У них Сейчас Есть Все Для того Чтобы Победить Здесь Если Они Серьезных Ошибок Не допускают То победа Должна Быть За ним И Теоретически Муша Тем временем Аккуратненько Двигается По топу Боится Что Его Заганговать Здесь Ну И Правильно Делает Что Боит Заганговать Его Да Потому Что Ему Нечем Вообще Спасаться Даже Это Единственное Что Есть Это ТП Ни Блинкдаггера Ни Иулы Ничего Что Там Могло Бо Как Ему Помочь Так Что Он Пока Рискует Зарабатывать Какую Лишнебую Копеечку Для себя У него Все 4К Нетворса СФ Перефармливает Вдвое Сейчас Деньги Достается Крайне Сложно Команде Фнатик В первую Очередь Ну И Конечно Если Потерять Кого Либо Из Героев Обил Дженюс Особенно Из Тех Кто В топе Сейчас Деньжат Заработает Нормально Опять же Фнатик И Надо Пытаться Это Девать Ну Там Блэк То Что Пытается Напасть На Тайтхантер Все Четно Тот Даже Не Почувствовал Этого Будто Только Маны Слил Аж 240 Единиц Шадоу Демона Хорошо Прорвали Свою Территорию Он Так Пробежался Поставил Хорошие Варды И При Этом Остался Вживо Это Очень Важно Лина Кстати Вышла У нас Из Лису Убила Пачку Крипов Чтобы Не Позволить ИДжи Пушить Дальше Вот И Ул Появляется У Лины Ну Хоть Что То Скажем Так Universe Лин На Боте На Блэка Напасть Он В общем То Не Может Но По Крайней Мере По Фармить На Этом Лейне Он Способен Эммер Спирит Практически Доделал Свой БФ А Это Мало Того Что 16 Минута Это Мало Того Что У Соперника Еще Вообще Ничего Нет Так Что Это Крайне С БФ С БФ Эммер Будет Достаточно Быстро Фармить Он Фармит Крипов Быстро Только За счет Флейм Гварда С Чина Когда У него Есть БФ Он Может И Без Этих Скилл Хорошо Профармливать Быстренько Так Ну Что У Нас Делает Нет Нет Просто Стоит И Охраняет Свою Вышку Мешает Сопернику Подойти Решили Видимо На Рошана Сейчас ИДжи Заглянуть Ну Демеджа Порошана У них Без СФ В общем То Нет Если Артизи Подойдет То Так Ну Еще И Спалит Контор Ну Туда Все Переходят Сейчас Может Как-то Пытает Свою Дачу Сейчас Фнатик Именно В Рошпите С другой Сторон Блэк Яна Не готов Сейчас Выридраться Там Ману Только На Прокаст Хватит Остальные Не Особо В этом Заинтересованы Рошана Медленно Забирает Может Тут Снатик Как-то И Подерутся Но Хотя Там Монтайн Влетели Он Захилил Сол Рипом И И Просто Провоцирует Своего Соперника На Драку Они Вот Побегали По карте Пять Минут Поняли Что Им Никого Не Подцепить В ближайшее Время И Вот Они Решили Выйти На Рошана И В общем Заставить Соперника Сюда Прийти Ну Конечно Сюда Пришли Но Они Осознали Что Подраться Нормально Уже Не Удастся Там Хоть Рошан Дэмэдж Нанес Очень Много В команде ИДЖИ Там Была Закастована Мека Заюзан Сол Рип Была Поставлена Своевременно Томба И Врываться В Рошпит Туда И Контрей Рошана Это Просто Смерти Подобная Не Нужно Так Было Делать С Фнати Поэтому Они Просто Отступили И Допармлив Ладно Был бы Какой Там Реально Жесткий Дэмэдж Еще Там АОЕ Там Что-то Типа Не знаю Гирокоптер Который бы В колдаун Ворвался Туда Брошпит Но Ничего Такого Нет Поэтому Бесполезно Было Идти И Теперь Еще С Аегис Продолжут Давить И Там Уже Мы Видим Как У нас Забрали Эмбер Спириты И Без Участия Блэка Вместе С Диджи Локейт По Сути Молоко Как же Это Еще Обозвать Смогти Временем Фирм С С П П П На Топ Уже Забрал Виспа Отличный Тайминг От Артизия Разменяли Эмбера На Виспа Конечно Неблагоприятно Неприятный Размен Диджи Но В общем-то Он Мало Чем Меняет Они По-прежнему Сильнее Они По-прежнему Могут Ломать Правда Вот В этот Момент Внатике На Топе Пытаются Забрать Т2 Сами Но Что-то Мне Подсказывает Что Эджи Сейчас С Этого Вышка Расправится И Сделают Парочку Телепортов На Топе Под Эппы Тайдхантеру Надо Партить Сейчас Что-либо Сделать Ахай Тоже Укатывается На Сноуболе Хотя За ним Приходит Юниверс Но Тот Его Не Замечает И Отступает Уже Без Фрагов Обошлось Команде Влджиниус Здесь На Топе На У Тини Очень Низкий Левел Всего Лишь Девятый На Двадцатой Минуте Это Крайне Мало Левел На Девятнадцатой Минуте Ну Должен Он Ближайшее Время Дофармить Свой Одиннадцатый Хоть Какой То Будет Дэмэдж У него Магический У него Конечно Урон Тоже Хороший Есть Прокачка Ульты Дэмэдж Тос Увеличивается Надо Получать Свой Перефарм Тиннику Здесь СКФ Уже Полтора Раза Перефарм Летого Чуть Побольше Падает Два Вышка На Топе Ну Что Я Даже Не знаю Вроде Как Есть Аегис На Сэфе Еще Блин Даггер Появился У Артизи На Бот Делают Телепорт И Джип Смотри Как Они Грамотно Контр Сблюж Команды Фнатик Они Заранее Припартились На Провоцировать Не рисковать Понимая Дашь Скорее Северной Компани Пошел Так Как Стопа Они Ушли Это Было Видно Так Что Ринкам Довольно Очевидно Сейчас И Жадно Может Сказать Играют Они Сами Забирают Тит Бал Соперника Бесцеремонные При этом Даже Не Отдают Тир Один Вышки И Даже Ради Толго Чтобы Наверное Убить Соперника Делают ТП Еще Не Только Чтобы Вышки Спасать Попытка Спасти Релокейт Его Даже Не Обращают Внимание На Блэка Забили Просто Потому Что Блэк И так Убьем Давайте Сначала Заберем Бесклап Потому Что Релокейт Может Спасти А Потом Переходится На Блэк И Блэк Оттуда Никто Не Денется Вот Два Фрага Хорош Еще Для И И Наверное На Топе Хотя На Топе Я Вижу Что У Нас Тускар Очень Хорошо Прокушил Линию Не Упадет Но Миде Должны Мид Обязан Забирать Забрать Да Иначе Никак Ну Вот Свой Пик Полностью Реализовывает Ребята Это И Мег Который Собрал Тайтхантер Который Не раз Уже Прожимал Но По Суть Пятером Ты Знаешь Такое ощущение Что Вроде Выгирает Пятером Но Знаешь Пятером Еще Собо Не Собрались И Как Реально Грамотно Еще Дается Им Где-то Параллель Деньги Получать На Героях Просто По Мобильней Персонажам Да Да Абсолютно Верно Что Ты Сделаешь Личом Вот Например Сплитпушит Тебя Антимаг Что Ты Можешь Сделать Ему Личом Ничего Ты Не Можешь Сделать Личом А Винтер Виверный Если Будет Плюс Ну Разве Что Да И Крипов Продавить А Винтер Виверный За Ошибку Антимага Можно Наказать Винтер Скерсен Если Будет Какой-то Плюс От И Джи А Плюс Тут Очень Хороший И Кстати Говоря Эмбер Спирит Против Таких Ситуаций Отлично Работает Когда Соперник Сплитпушит Тебя Ты Оставляешь Ремнант Эмбер Спиритом Портишься На ту Линию Которую Соперник Сплитпушит Прошу прощения Забираешь Там всех Крипов Отгоняешь Оппонента И на Ремнант Возвращаешься И пушишь Вместе Со своей Командой Уже Очень Часто Играют И против Антимагов И против Тимпоп И против Различных Других Героев Которые Стараются Играть Пока что Игра Развивается Не очень Быстро Однотипно И не очень Быстро Скажем так Но Все идет К тому Что Иг Захватывает Преимущество На карте 10 тысяч Золота Здесь 7,5 Икс Иг Универс Плавно Зарабатывает Преимущество И Если Приглядеться Сейчас Уже Даже На high ground Скорее Смогут Зайти С тем Потенциалом Который Имеется Даже Вот Просто Black Находится На линии Даже Не бояться Если Что Готов Будут В него Ворваться Скорее Сего Единственная Причина По которой Не убили Сейчас Тени Это Только Та Что Вис Боевой Релокейт Спас Даже Не пытались Поэтому Слушай А у Артизи Ленкин Сфера Появляется Интересно Ленкин Это называется Посаевовие Но с другой стороны Это Все равно Обычно Собирается Против Какого-либо Четкого Инициатора Клинка Дун Тот же Самый Или Бэтрайдер Но тут Обратно Затосили Артизи ПКБ Вжимает Пытается Скатить Реквием И в итоге Реквием Убивает У нас Виспад Забирает Что-то Демона Как раз Таки Залез Ахай От этого И тут Еще Фнатик Смогут Ответить На хай-грамоте Хотя он уже Без своих Кор-героев Здесь Вряд ли Что-то Из себя Представляет Мне кажется Даже не стоит Сливать На его месте Сейчас Ревадж Хотя Наверное Из него Пытаются Ревадж Даже Не знаю Прям Просто Спровоцировать Чтоб Он его Нажал Но Он Держит себя в руках Отвратительно Получилось Здесь Сыграть Уиджи Потому что Они потеряли Двух Коров При этом Я Начинаю Понимать Почему Шадоуфинг Купил себе Линкен Первый Мол Чтобы Блин БКБ Реквием Чтобы Тускар Волрус Панчем Не сбил Реквием Он Сможет А Просто Так Получилось Что Ему Линку Сбили До Блокинг Бар И Поэтому Он Не смог Здесь Элементарно Кастовать Реквием Временно В общем Получилось Получилось Просто Очень И Очень Плохо Должны За эту Драку Фнатики Получить Какую Денежку Какую То Экспо У нас У Тини Слушай А у Тини Аганим 4000 Золота Он Недавно Он Недавно Он Недавно Был Четвертым По Новорцу Стал Вторым Только После Вот Этого Закидона Атэджи Ну И Конечно Лина Тоже Там Обзавелась Артефактами Вот Блокинг Бар У нее Мы Видим А я Уже Настолько К этому Привык Не удивляюсь Да я тоже К этому Привык Просто Странно Что На таком Серьезном Турнире Такие вещи Происходят Турниры Турниры Такие Не каждый День Правильно Они Все-таки Весьма Редкие По-моему Команды Так Привыкли Понимаешь Играть Они так Привыкли Даже Не важно Какой Турнир Закинуть Можно Везде Потому Что Молодые Горячие Ну Может Где-то Что-то Не дали Хочется Идали Соперника Может Вот Увидели Как Ну По идее Что Произошло Тоснули Сф А на Хайграунд К Фнатик Ну Что Его Бросать Что-ли Он Топ Один По Нетворсу У нас Вроде Блинки Реведж Все На свете Есть Да Пойдем Их Размотаем Ну Прыгнули Тайдхантер Был далеко Виверна Была Далека Размотать Не Получилось Поймали Блэка Сейчас Попытается Спасти Висп А у Виспа Релокейта Не 10 секунд Его Просто Убьют Немножечко Поспешили С С Шнатик Вот Был бы Еще Был бы Еще Релокейт У Виспа То Тинни Бы Забрали Ладно Что Бог с ним С этим Главное Что Тинни Выжил Изолятор Появляется У Тусика Характический Кит У нас Шадоу Демон Приобретает Что Шадоу Демон Шадоу Демон Форст Став На Рошана Вновь Выходит У нас Эджи Этот раз Демеджа По Рошану У них Чуть Чуть Побольше Насчет Того Что СФ Подкачался Но Все равно Убивать Они его Будут Долго Контестить Рошанов Натик Опять Таки Не Смогут Слушай А Эмбер Спирита Нет Под Флэмгвардом Амбер Спирита Здесь Не А Погоди Так Юл Шесть Юл Флэмгвард С диспеллит Юл БКБ Ну БКБ Так Кто Еще Кого Нашел Был бы 16 Левел Он Может Быть Б У Может Быть Б Убил Соперника Здесь Но Не Стал Рисковать Ну Наверное Правильно Лишний Риск Это То Что Не Нужно Делать Лишний Риск Он Никогда Не Оправдан Лишний Риск Который На Себя Знаешь Как Иногда Команда Вот У них Все Хорошо Да Они Фармят Всю Карту Вот У них Вижен Везде Есть У них Лейд Сильнее А Что Они Делают Они Берут Идут На Рошана Прыграют Там Сим Файп Называется Ненужный Риск И Муж Сейчас Если Напал На Эмбер Это Тоже Был Ненужный Риск Потому Шанс Его Убьет Он Большой При Наличии 16 Левела Его Убить Могут И Это То Что Нужно Избегать Фнатикам Они И так Проигрывают Им И так Очень Сложно По Сути Фнатикам Что Им Что Нужно Сделать Им Нужно Еще Одну Карту Нападает На Да Не Так Все Просто Сейчас Во-первых Близ Хайграунда Наход Эвел Джинниус Во-вторых Эти герои Окажутся Без Байбека И пусть Них Так Много Слили Неважно В меньшинстве Окажется Фнатика Тут Еще К тому Же Кор Автокаст Энами Юниц А Ну У него Если Было бы Юнит Таргет Тогда Да Тогда Бы Работало Да А Так У него Не Юнит Таргет Ну В общем Механика В Доте Она Весьма Своеобразная Век Живи Век Учись Как Говорится Хотел Б Я Еще Раз Посмотреть Как Артизи Получит Пендаля Тур Раз Заряженной Линкой Чтобы Убедиться В своем Комментарии Ну Это вполне Сейчас Возможно Ну Я надеюсь Это Отбор Еще Должны Сейчас Дать Фнатик Потому Что Им Просто Так Разбирает Барак Ну Да И Они Уходят Они Уйдут И По сути Зацепить Их Более Нечем Одним Милишным Бараком Вполне Себе Будут Довольны Ребята С Команды Лыжи Нес Учитывая Что За Это Время Мало Что Сделали Фнатик Хотя Они Еще Идут На Очередную Линию Потому Что Аегис У них Все Еще Остается Они Все Еще Чувствуют Так Как У них Хотя В принципе У них Имеется Все Кроме Винтерс Керса И Реведжа Ну Можно Попытаться Что-то Там Еще Сделать Винтерс Керс Он Все Откатывается Не так Как Реведж Реведж Чуть Подольше Кулдауница Еще 60 Секунд Реведж Универс Но Тем Не Менее При Наличии Аегиса И Столь Плотных Персонажей И Джи Могут Попытаться Все Так Вторую Линию Забирать Но С Другой С С С С С С С Это Не Совсем Аккуратненько Не Совсем Аккуратненько Ведь Подцепиться Ошибиться Прям Подцепить Могут И Здесь Я Бо Не Сказал Что Здесь Контролируют До Конца Эвал Женюс Они Как Раз Так Контролируют Не Могут Все С Лоу Граунда Немножечко Орнжовый Барак Артизи Тинни С Виспом Плитует На Топе Тинни Купил Себе Яшу Хочет Манту Себе Куда Опять Так Пушить Теперь Они Абсолютно Готовы И Сейчас Позиционку Как Держи Не Держи В себе Все Равно Скорее Сего Реведж Заденет Так Он И Огромный Рейндж И Какую Позиционку Ты Не Держал Кого Либо Из Героев Ты Потеряешь Вопрос Лишь Кого Здесь Муж Серьезно Про то, что у него Аегис имеются И Блэк бежит на него Получает Гаш Ой-ой-ой Как много демажа сверху Реведж пронымается БКБ в ответ от Блэка Артизи пришел сюда Чуть застанил его пассивочку Выбили из него Аегис Но БКБ не будет уже у Блэк Так что все еще пока в драке остается Вилджениус Хотя и на бараке стоит Надо обратить внимание Вновь вырубается Юниверс Реком Упсал Сноубол Неплохо сработано Таском Далее Несу достается Сноубол накатывается на Юниверса Ну Ахай Здесь застается Неплохой И фокус показывает Игроки Эвилджениус Они атакуют одного Атакуют второго Следующий Может оказаться Блэк Но падает Тайпхантер Нандайк тоже в минусе Но все-таки демажа все еще хватит Ахай остается чуть ли не последним игроком команды Эвил О господи Фнатик И там байбэков на куче Три байбэка минимум Как мы видим Сейчас Артизи скорее всего падет Денег много Даже, конечно, сопернику Здесь не поспоришь Ну и Может окажется Часумаил Следующим таргетом В списке Блэка Ошибочка вышла походу С Трика Да, вот про байбэки-то забыли они Вовсе Вот что хочу сказать Вроде бы хотели как-то забрать Фнатик Быренько отойти Не получилось Байбэки пошли Ну, не носно И денег отдали Нет, денег они не отдали Я смотрю за счет вот тех А, погоди Это какой-то Файт-рекап кривой Да, у меня тоже он глючный какой-то Ну, немножко отдали Немножко Ну, совсем копеечку В любом случае Рота там не должны были много фнатики получить Потому что это байбэки массовые Три байбэка Которые, да Там фнатик заюзали И к тому же Сейчас у IG будет возможность Опять-таки зайти на эту линию И у соперника не будет возможности выкупиться Я, кстати, убедился в том Что сфера не Блочит валрус панч Сейчас опять у нас СССР был заряд Ну, не знаю По-моему, это надо фиксить Это нечестно Потому что вроде как Таргет Ну, автокасты и хреначат И все Где он у нас уходит за счет Арквертона Здесь у него Блинкдаггер куплен на респауне Пытаются дефать Т2-вышку Сейчас IG Но это немножечко опасно выглядит Потому что два их core персонажа Самых таких отфармленных Находятся в таверне Реведжа нету Виверна накоцная И вот, по сути, IG Вот рядом со своей Т2-вышкой Сейчас вдвоем стоят Ну, фнатики не хотят нападать Скади приобретает Эмбер Спирит Статы, статы Еще раз статы И вот я сейчас смотрю Действительно на эту линку СФ-овскую И что-то как-то я вот Ну, не знаю Неужели Скади Хуже бы смотрелась Вот эта вот стандартная Скади на СФ После БКБ даггера Ну, Артизи, конечно же, виднее Я так не ожидал Увидеть эту линку И я думал, что она нужна Для того, чтобы Ну, она там и Лагуну блощит В общем-то тоже приятно Но Лагуна-то там Еще не аганимная Далеко у Муши А БКБ у СФ и есть И боятся, что Тебя там этой Лагуной Прям размотает Ну, ладно Не знаю Купил и купил Ну, а я вообще думал Что Артурка соберется Зная Артурку Я думал, что он соберется Так, когда, знаешь Доминируешь Ты собираешься Обычно такие айтемы Знаешь Вроде бы Просто на дэмэдж Исключительно Никаких-либо сейвовых Вряд Фуратлинки Там и вовсе Не предусмотрено Есть БКБ И есть все остальное В том числе Ска Сворачивается Драка Очень быстро убивают Винтер Виверну За счет Дезолятора На Тускаре У Тускара 17-й левел Дезолятор Блинк Даггер Сейчас еще и БКБ Ахая купит Ахая Жирным стал В этой игре Вот он сплепушил Очень долгое время Таск фактически является Всегда герой на протяжении Всех стадий игры Первый гейм Миддл гейм И еще и лейт гейм Вдобавок Так что пока Фнатик отбили Скажем так Такую волну Нападения Сейчас начали Немножко Отвоевывать По карте Пространство Некоторые Соответственно Получать деньги На определенных Персонажах Но все-таки Разрыв еще Довольно-таки Большой Между коллективами И главное Здесь Фнатик Не почувствовать Ручками Уходит Все контролировал Поэтому пока Фнатик Главное Не зазнаться И не почувствовать Что якобы Мол Если карта Отвоевал И знаете Что ты еще Довольно-таки Ну Готов будешь Дать отпор Соперни Все еще Сильный Эвл Дженюсес Типа того Да Обычно Такое Знаешь Пальшивое Чувство Появляется Когда Вроде бы Карту Отвоевал Вроде бы Все нормально Например Сейчас Охи Показывает Ппд Климеркейп Конечно Хорошая штука Но Не спасает Здесь Винтер Виверну И Не хватило Тычечки Артизи Забрать Шедоу Демона Надо заменять Саппорт На саппорт И гем приобретает Шедоу Демон Чтобы раздевардить Все Вражеские ворды Ну и против Глимеркейп Тоже хороший Айтем будет Ты сплит пушит Сейчас в натике Очень нагло Играет Сумаил Не боится Он Тинни Совершенно Чаинит его Через фисы Шива есть У Юниверса Уже Неплохо Неплохо Дальше что Я не знаю Актарин Или репрешер Что он там Захочет покупать Будет ли Юниверс играть Как Фобос Через актарин Корпус Лишива Или все-таки Какой-то другой Артефакт Приобретет Например Репрешер Ну Зная его Вообще Думаю что Не мешали бы Какие-нибудь Лоту Сорбы На саппортах Мне кажется Кстати говоря В первую очередь Это Фнатиков Касается Лоту Сорбы Против Винтера Виверны С другой стороны Лоту Сорбы Против Лагуны Против Валрус Панча Шара Эту эфиру Конечно Определенно Нужно собирать Я бы на месте Тайтхантера Реально сконцентрировался Ну вот Именно нужен Реально промежуточная Перед рефрешером Чтобы Тайтхантер Чувствовал себя лучше И Потому что Иначе Рефрешер сейчас Соберет Как слишком голенько Будет смотреться Просто так Не то не много Ну вот Еще одну Кстати говоря Очередную линию Вдруг приходит У нас тут Иглужи Ньюсас Как ни странно К этому моменту Должно будет Там собраться Фнаськ Но пока еще Делают это все Ну скажем так Пока медлительно Там у нас пока отправится Блэк вместе с Диджеем Выбирает Правильный момент Чтобы прилететь туда С релокейтом При этом Пролина сами Еще пытается Как-то засплетушить Эса все еще Пока бьет бараки Мог закупает Таск И тут уже Чуть и не в бой рвется Эмберспирит И наказывает С ноутболом на АСФ Тот проживает БКБшка Приходит сюда Неплохой рэвеш Посмотри он там Сколько народу собрал ППД Сошка старался Здесь спору нет И Блэк все еще жив Драка продолжается И Соу Рип И все остальное Но тут конечно Силы очевидно Не равны Да и Блэк Здесь ТП Не стал делать Уже Понял что смерть Есть смерть И погибает В бою Как герой Слушай Очередная линия У команды Фнатик падет Пусть что это будет Не последняя Но я думаю Что здесь уже В рамках всего этого Матча Конкретно этой карты А не в рамках этого матча В рамках этого матча Мы еще увидим Скорее всего Решающие противостояния И здесь исключительно С самого начала игры Начиная с пятой минуты Лидирует команда Вилджиниус Лидировала И побеждает В рамках этого матча Окончательно На 37 минуте Хорошая игра получилась В общем-то Интересно себя проявили И G здесь Все было по плану На Тикане Пытались сделать Что-то Что Вот они могли сделать Но этого было недостаточно Ну как и было сказано В самом начале Единственная уязвимая Точка У команды И G Это Шадоуфинк Который стоит в миде Против Даблы Тинни Висп Его там можно было бы убивать Но И G и это В общем-то предусмотрели Потом поставили туда Андайинга Что не позволяло Артизе Вообще как-то погибать Субтитры сделал DimaTorzok